Ну, спочатку я дозволю себе успамины, такие невеликие, это было вельми давно уже, и мой одногруппник, с которым мы учились в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, Валерий Буйвал, у одной группы на теорию истории мастатства. И вот по размеркованию в 1977 году я приехала сюда, в Минск, Алена Васильевна Алладова приняла меня на працу, и я водила экскурсии по музею. И вот эти ворота, которые вы видите сейчас, которые специально сегодня достались в Минсковище, как вы могли их увидеть, они висели тогда в экспозиции. Только что отреставрованные у Ларисы Николаевны, и, конечно, они притягивали увагу у всех наведывальников в музеи. Меня настолько здивили тогда эти творы, что не так проспевный час я вырешила писать диссертацию про соломоплетение, и одна глава этой диссертации была присвечена как раз доследованию соломяных ворот. Но на той час я еще не попала ни доследческого опыту, ни досвиду потребного, и не удалось отказать на шмат питаниях, которые уже тогда повстывали. И вот эта тема меня не отпускала, тримала весь час, не влечено то, что в разные боки были приоритеты и затекавленность иншая. И все-таки я так, как кажется, курпалася и в архивах по троху, и в некой старой литературе, со сподеваниями, что все-таки нечто можно отшукать про этого рода. Ну и вынеку, ось, явилась эта книга. Это был долгий процесс, а я закопляю на верме текавой. И я хотела бы вам сегодня, верьме, коротко представить вынеки того, я включу сама, что мне удалось изразить. Я возьму папирку свою, как не забыться. Ну, напевно, у всех цекавят, а что же нового в этой книге есть, что я знайшла, как доследчик открылый, что стало больше для дома, об этой такой цекавой нашей изъяве. И я поспрашиваю коротко, как бы сама отказать на эти питания, какие сама себе ставила, но я, напевно, я на его спекаю. По-перше, одразу хочу сказать, что это уникальная изъява, это феномен, ци феномен, як натиск робит. И, саправды, ни у кого, ни у одного народы, ни в одной иншей краине таких творов нема. Поэтому аналог этим творам нема, и до нашего часу, я, может, дозволю себе сесть, как будет изручнее, да? И до нашего часу дайшли три узоры соломянных воротов, воротов, які знаходятся в музее. Два экземпляра. Тут, у Национально-Постанске музее, гэта Вагуллические вороты, які вы бачите в оригинале. Гэта Лемешевические вороты. У Гродно, у Державным музею историка археологичных, знаходятся еще один третий экземпляр соломянных воротов. И уже само по себе три узоры, это уже шмак, это свечит про тое, что гэта, ну, з'ява саправдная. Мне посчастило знайсти четвертый узор соломянных воротов, який, это Иванчинские вороты, який знаходился, потрапил, потрапил Минский церковно-археологичный музей, и знаходился в Державном, Белорусском Державном музее, и, на жаль, был страчен им воды другой Сосветной войны. Али пра гэтае вороты ведали их, шановали ими, гэнарылись уже тады. В 1925 годы гэтае вороты представляли Беларусь в беларускім кутку, ну, правда, на фотографии, на фотостымку, на Сосветной инстанции Парижа. Вядомы и пра яснаванне пятого узора соломянных воротов, який знаходился у лёске горки Упрынского повета. Таким чином пять узоров – это уже з'ява, это уже соправная, ну, такая, феномен, який свечит про тое, что на Беларуси яснавала гэтае традиция. Наступное питание, якое я не одекавила, все ж таки высветлить, коли докладно были зроблены, яны. Вот эти ровки концом 18-го стагодя, початком 19-го стагодя, яны, досы такие широкие рамки. И, увы, няку удалось это удокладнить, и удокладнить так сама логализацию, откуль все эти вороты походят. Все они походят с заходнего повесья, были створаны на территории Ковринского повета Гродинской губернии, Пинского повета Минской губернии. Гэта паміш сучасными городами Тракичен, Пинск, Коврин, Иванова, и на самой мяжи беларуско-украинска. На тех территориях, которые сегодня относятся до Волынской области и Ровненской области, округа Украины. Легалисты это была одна территория, одна администрационная культурная простора у межах Минской губернии. Датировка этих воротов была сделана на подставе архивных документов об побудове церкви и усталевании у них иконостаса. Таким чином отрывалось, я про это пишу в книге, что лемешевческие ворота были сделаны в 1810 году. Городские ворота, это то, что зараз на территории Ровненской области, 1815 год. Вогулицкие, 1835 год. Лясковицкие, это ты, який знаходится в угороднем музее, 1836-38 год. И Иванчинские ворота, який были сгублены у нас под час войны, яны допиланы мной 30-ми годами. Нема докладной такой больше даты. Таким чином, значит, это обвергает вот эти мои материалы, и она обвергает то, что эти ворота были сделаны в конце 18-го 100-го года. И на этой подставе вот эта новая атрибуция, она рубит досыц пречным отнесением гэты традиции соломянных воротов, включной доуняцкой традиции. Гэты творы повстали вермёвскладанны и пероломны для Беларуси час. Такая своя особливая была перобудова, тады можно поравнять уже с нашим часом. Кали – это был период сменов и администрационных, и культурных, и конфессиональных на белорусских землях. Это часть долучения белорусской территории до Российской империи. И это часть скасования унии, якое отбывалось от поступово, с пополя, и оно не почалось с 1839 года, кали уния была скасована. Але эти узоры соломянных вороты, они безумовно вобрали в себе весь попередний опыт мастацкой опрацовки соломки, селянских традиций, уживания гэтого простого материала, традиции оздобления такими рычами храмов и створения разноставленных церковных атрибутов. Безумовно, эта традиция знавала и в передний час, в период и панования унии, в 18-м столбовине. Одно из самых головных, конечно, питаний, якое повстое, кто все-таки был автором, ци авторами гэтых творок. Одним автором они были створены, ци розными авторами. И на это питание, так само, но у нас есть только известки, дайшло одно имя автора селянина Слезки Вакуличи Копринского повета, это сегодня Драгичинский район, прозвище него был Глимович, який сплелся в имяные вороты для местного церквыраства Богородицы. Архивные документы, на жаль, не заховали прозвища инших мастеров. В 1910 году, когда избирались известки об Соломянные ворота, а в это значит, с часу их творения прошло уже 175 годов, на жаль, никто с мастеров уже не могли тогда пригадать имены створанников этих воротов. Наступное питание, это были одинковые творы такие, соломянные ворота. Уже не было древа, не было золота, позолоты, раби дравляны, як это принято в иконостасах ворота, и рабили-пляли соломки. Ну, все-таки можно говорить про то, что и они не были одинковые, и изновали суцельные соломянные иконостасы, и, напевно, можно сказать, я окажу право, что изновали такие соломянные ансамбль. Соломки выплетались, так само, боковые диаконские двери у иконостасов, киоты местцовых образов. На это выкористовывали пофарбованную кольоровую соломку, и про это мы докладно ведаем, по ее известке про это, что такие иконостасы были у городской церкви. Можно сказать про ансамбли, по окромям воротов и вот астоп образов, на Ростов выносили вифлеемские соломянные зорки, и такая зорка, усновленная Ларисой Николаевной гость, заповывается в Гродненском историко-археологичном музее. А кроме того, были венцы, врачные, шлюпные, венчальные короны, и такие узоры были в нашем Минском церковно-археологичном музее. Есть документация об этом. Вот удалось отшукать такие подобные узоры в Луцку, куда митрополитом Ровненским были они переданы в этой музее. И вы бачите вот оригинальные рычи, которые готовятся 1930-м годом, но это вельми давняя традиция. И на выставе вы бачите одновленную копию этих соломянных концов, повтор, який зарабила любовь наша мастер, соломя плетенья, любовь Селимончик. А кроме того, в церквах были, конечно, безумовные и скарбонки такие соломянные. Вот удалось снасти узор в историчном музее в Москве с крышеком на крыльце. И это скарбонка-витма подобная до наших соломянных ворот. Ну и, когда уже так подходит до завершения, конечно, треба сказать, кто же выучал какие-то творы, безумовно уникальные. Их можно соправдой называть уникаты, шедевры, уникаты, потому что это Вильмир Эдгей Рэйч. И вот тут меня это пытание так само отекаяло. И по сути, книга починается с этого, с выучениях этих воротов. Оказалось, что мы не первые, кто с этим затекавился. И по сути, открытие соломянных воротов было срублено еще на самом початке 20-го столоводия. И навод ранее, навод в 60-е годы, в 12-м столоводии, святак городской, печать, диванческой церквы, калей его перевели на иншее место службы, в вёску сваятича, новоангольдского повета. И он забрал с собой вороты, вот, які его бачили на старую футастзымку, и привёз туды, уладковый по православным чине, мураванный костём, который отдалил тую часть православной церкви. Тому, пусть пашана святарова была, ну, навод, вот, можно датовать и этим часом. На початку 20-го столоводия развивался церковно-археологичный рух, и створались и первые церковно-археологичные музеи, атукованные святары взвертали увагу на старожитности церковные. И таким чином два узора соломяных ворот отрапляют первые у Гродненских церковно-археологичных музеев, а другие, вот той ногой, який нажаль страчены, у Минских церковно-археологичных музеев. Мы бы, напевно, не ведали значных, ну, так, так шмак про соломяные ворота Калиб Несвятарь Константин Карпинский. И он служил время и долго у везки Лясковича Ивановского района, Брызгой области, но сегодня. И он отгукнулся на пропонувку Минского церковно-археологичного комитета и почал в 1910-м годе сбирать звездки про соломяные ворота. И он, видать, сел на звучайную бричку свою, объехал Новоколие, на благочине Ивановское, и занотовал звездки про соломяные ворота. В 1910-м годе з'явился его артикул у Гродненских епархеальных приемностях «Соломяные врата. Археологическая заметка». И это головная граница наших ведок про соломяные ворота. У князи можно побачить его фотостымок. Это самая цикавая история, як знайшли звездки про этого человека. С соломяными воротами связаны именовыдатных дьячу белорусской культуры и науки. Это Исаак Серба, який бачен ворота у Лемешевича в 1912-м годе. Это Дмитрий Скрынченко, Андрей Снитко, дьячи Минского церковно-археологичного комитета. Это Иван Луцкевич, это Альберт Йиппель, який выставляли ворота на Успирце в 1918-м годе во Купаванном Минску. Это Микола Щекотихин, Михайс Филиппович, дьякучи, який ворота трапили у Париж на фотостымку. Ну и, конечно, Юзеф Ютковский, який урытовал Гродинские ворота уже после Першей Сусветной войны Городной. Значит, у другой полови 20-го стахода по судности ворота этой уникаты наши были открыты намного. И шмар позрабили для выучения, популяризации в этих шедеврах наши доследчики белорусские Михаил Кацер, Евген Сахута, Надея Висонская, який мы повинны быть у девчани. Ну, я споддаюсь, что книга «Поширая веды» о наших мастарских традициях. Не у всех пытания, конечно, высветленные. Следующая простора книги не зачинена, и она открытая. И может кому-то еще и посчастье найти архивные документы. Верь мне бы хотелось найти некие документы архивных творога.